Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, а также членам их семей. Размеры денежного довольствия и иных выплат должны установить исходя из минимально гарантированной суммы не менее 195 тысяч рублей в месяц со дня зачисления в списке личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения. Правительству и Минобороны президент поручил обеспечить призванных на службу своевременным получением всех средств. Главам регионов необходимо оказывать содействие в организации месторазмещения, материально-технического обеспечения мобилизованных, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению таких граждан. Системная работа с каждой семьей защитника Отечества. В Самаре продолжают оказывать дополнительную поддержку родственникам мобилизованных. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Азаров. Семьи могут обратиться за помощью в органы социальной защиты. Подробности в нашем сюжете. Суса. Стоп. Думай. Суша. Хорошо. Вспоминай руки. Еще раз. Суша. Ольга Борцова около пяти лет работает логопедом. В сентябре ее мужа мобилизовали и теперь двоих детей приходится воспитывать одной. Признается, что это непросто, ведь муж был основным кормильцем семьи и надежной опорой. Теперь финансовая ответственность легла на ее хрупкие плечи. В это трудное время Ольге помогают все. Не оказалась семья и без государственной поддержки. Со мной достаточно быстро связались люди из социальной поддержки. Они подсказали, какие документы нужно предоставить. И опять же, в связи с тем, что мужа мобилизовали и мы оказались в такой ситуации, мне предложили заключить социальный контракт. Нас таких жен, у которых забрали мужей, достаточно много. Себе нужно заявлять, о себе нужно говорить, и тогда мы будем услышаны. Социальный контракт предполагает помощь в размере 300 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность. На эти средства Ольга планирует купить оборудование для своего кабинета. В этом месяце семья получила матпомощь – 14 тысяч рублей на оплату частного детского сада, поскольку Ольга вышла на работу, а младший ребенок еще не был устроен в государственный сад. Однако сейчас Ольге помогают решить и эту проблему. Со всеми вопросами девушка обращается к куратору комплексного центра социальной поддержки. Мы получили информацию, мы связались с Ольгой Александровной. 3 октября были поданы документы на материальную помощь и социальный контракт. И уже меньше чем через неделю она получила одобрение от комиссии. Пока идет многочисленный сбор информации как раз-таки о потребностях человека, и мы уже начинаем понимать, в какой мере мы им можем помочь и чем. Для семей мобилизованных в регионе оказывают различные меры социальной поддержки. Можно получить материальную помощь, субсидии на оплату ЖКХ. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в муниципалитетах продолжается работа по оформлению социальных паспортов семей военнослужащих. Так выясняется, какая именно поддержка требуется семье. К работе подключаются все министерства, подведомственные учреждения и органы власти. Важно сделать все, чтобы военнослужащие, решая поставленные страной задачи, не волновались за тех, кто остался дома. Ксения Баканова, Максим Гусев, События. 7 ноября исполнится 81 год со дня проведения на главной площади Куйбышева парада, после которого защитники отправлялись на фронт. Чтобы напомнить молодому поколению об одном из важнейших событий Великой Отечественной войны, в одном из колледжей города прошел открытый урок мужества, который для студентов младшего курса провели их старшие товарищи. Михаил Ермоленко продолжит тему. Семья студента Сергея Петрушина память о параде 7 ноября хранит поколениями. Дедушки парня прошли всю Великую Отечественную войну, дошли до Берлина. Один в роли пехотинца, второй танкист. Сергей интересуется историей России 20 века и в свободное время парень работает в музее Поволжского государственного колледжа, где учится на втором курсе. Молодой человек знает все об экспозициях, помогает экскурсоводу. Полезный досуг дает свои плоды, поэтому именно Сергею и его напарнице Ольге выпала возможность провести открытый урок и рассказать первокурсникам о параде, который в 1941 году проходил в Куйбышеве. Как мы знаем, этот парад проходит в нашем городе уже не первый год. День 7 ноября, парад памяти, очень важен не только для города, но и для моей семьи в целом. Патриотическому воспитанию в колледже уделяют повышенное внимание. На базе учебного учреждения с 70-х годов прошлого столетия работает один из самых крупных военно-исторических музеев Самары. Он состоит из трех больших тематических залов, среди которых и экспозиция, посвященная параду 7 ноября. Уникальные фотографии, исторические записи и артефакты, объемный пласт информации, специально для того, чтобы студенты знали и чтили подвиги своих предшественников. Среди экспозиций особое место занимает фронтовая землянка. Здесь находятся диорамы, которые студенты сделали своими руками. Одна из таких постановок посвящена подвигу Владимира Петровича Майборского. В 1944 году он закрыл своим телом амбразуру врага на одной из огневых позиций. Герой чудом остался жив. Это один из уникальных случаев в истории, отмечает руководитель музея Надежда Тюштенева. Когда он ползком подобрался к данному ЦОТу и бросил туда несколько гранат, пулемет развернуло, и пули попали в бок, а не в живот и в грудь. Это было бы смертельно. Долго врачи боролись за жизнь данного героя. И в 80-е годы Владимир Петрович Майборский, как почетный гость, приезжал к нам в музей, Поволжский государственный колледж, и подарил гимнастерку старого образца, которая нам лежа одета. Для Поволжского государственного колледжа события 7 ноября 1941 года особенно важны. В этот день одним строем с бойцами, отправляющимися на фронт, прошли и учащиеся ремесленного училища номер один, родоначальники профессионального образования в Куйбышеве. Шли под знаменами трудовых резервов, после гарнизона и частей войск. Переходящее знамя несла сводная группа знаменосцев, среди которых был активный участник комсомольского ополчения 1941 года Анатолий Хуторов. Одна из экспозиций Военно-исторического музея колледжа посвящена этому знаменитому ремесленнику военного времени. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Дом без дыма и огня. Акция под таким названием проходит в Самаре второй год. Многодетным семьям и тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, вручает автономные пожарные извещатели. Такие системы безопасности для дома сегодня получили шесть семей. Подробности в нашем сюжете. Две дочери Галины Трошенковой, мамы шести детей, пришли сегодня вместе с ней во дворец ветеранов, чтобы получить автономную систему пожарного извещения. Перед вручением дети мастерили пожарные машины, рисовали памятки для себя и узнавали о правилах пожарной безопасности. Теперь у них дома будет помощник, который в случае экстренной ситуации оповестит спасателей, чтобы они быстрее среагировали. Мы с мужем так или иначе работаем. Дети, ну бывает, что вот остаются дома с бабушкой, поэтому буду еще более уверена в безопасности своих детей. Такую автономную систему второй год подряд вручают многодетным семьям и тем, кто находится в неблагополучной ситуации в рамках акции «Дом без дыма и огня». Вручение состоялось при поддержке городского департамента опеки и попечительства и МЧС России по Самарской области. Очень благое и полезное дело, поскольку пожарная безопасность – это одна из важнейших составляющих вообще безопасности жизни, потому что огонь не щадит ни малых, что называется, ни старых. Поэтому важная забота нашей администрации сегодня будет воплощена здесь, в нашем Дворце ветеранов. На сцене Дворца ветеранов извещатели получили шесть родителей. Всего до конца года в Самаре безопасность в доме повысит более 250 семей. Андрей Горгуленко, Василий Кладашов. События. В пятницу 21 октября в Самаре пройдет очередное автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах, сообщили в городской администрации. Места будут распределять на основании наличия у родителей права на внеочередное и первоочередное зачисление в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Даты регистрации ребенка в электронном реестре, возраста ребенка по состоянию на 1 сентября и направленности группы. В трамвайно-троллейбусном управлении Самары началась массовая вакцинация сотрудников от гриппа. Также они могут сделать прививку от COVID-19, причем не покидая рабочего места. Сегодня медработники выезжали в троллейбусное депо номер 2, где проводили необходимые процедуры. Подробности у Светланы Тимофеевой. Директор Самарского трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов на личном примере показывает своим сотрудникам. Прививки делать нужно. В медкабинете троллейбусного депо номер 2 медики начали проводить вакцинацию от гриппа и коронавируса. Процедура организована без отрыва производства, что удобно для работников. Медики из 15-й городской поликлиники приезжают в троллейбусное депо номер 2 третий год подряд. Вся процедура вакцинации занимает не более пяти минут. Поэтому сотрудники могут сделать укол в перерыве, не тратя время на поездку медучреждения. Медсестры говорят, что сотрудники ТТУ люди мужественные и уколов не боятся. Человек приходит, опрашивается, спрашиваем температуру, измеряем температуру, сатурацию, опрашиваем, есть ли жалобы у пациента на данный момент, чтобы не было противопоказаний. Сегодня на предприятии привезли несколько десятков доз вакцин от гриппа и ковида. Этой осенью прививки от гриппа сделали уже более 500 сотрудников ТТУ. Это слесари, мастера, инженерно-технические работники, водители и кондукторы. Эти люди все время в контакте, у них есть риск стать переносчиками каких-то инфекций, поэтому, конечно, надо защищать себя, конечно, надо защищать окружающих. Обязаловки у нас никакой нету, там нигде не написано, законом не закреплено, что каждый должен делать эту прививку, но, тем не менее, мы ведем разъяснительную работу, объясняем, поясняем собственным поведением, пример показываем, что прививки эти делать надо, и мы видим, что значительная часть работников идет навстречу, понимает. Водители и кондукторы ежедневно находятся среди сотен людей, пассажиров общественного транспорта, поэтому вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа проходят, не сомневаясь. Во время работы мы контактируем с большим количеством людей и хотим себя обезопасить. И пассажиров также приезжают с нами в большем количестве, приходят, также в трамваях ездят. Мы хотим себя обезопасить. Погода у нас сейчас такая, чтобы не болеть и других не заражать. Для себя безопасность. Пройдет некоторое время после прививки от гриппа, и приду снова делать от ковида. После прививки медперсонал дает пациентам рекомендации. Главное – в первый день не растирать место укола. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Эти люди отдают работе свое время. Душу всегда готовы выслушать и прийти на помощь, поддержать воспитание подрастающего поколения. В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Народная участковая-2022». Секреты профессии лучшего участкового Самарской области узнала Елена Чернявская. В органы внутренних дел Руслан Нуреев пришел в 2013 году сразу после армии. Выбрал патруль и постовую службу, так как был уверен, сотрудники ППС всегда приходят первыми на помощь. Через два года руководство отдела, оценив работоспособность и ответственность Руслана, предложило молодому человеку попробовать свои силы в службе участковых уполномоченных в родном Кировском районе Самары. И вот уже более семи лет Руслан Нуреев работает на участке в границах улицы Димитрово и Московского шоссе, где проживают почти три с половиной тысячи человек. Веренная территория – это спальный район, где главное для жителей – тишина и спокойствие. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Как, сосед не беспокоит больше в шумах? – Нет, больше не беспокоит. – Все хорошо? – Да, большое вам спасибо. – Пожалуйста. – За оказыванную помощь. – Мы с нашей работой. – Да. Вы их остановили вовремя, больше их не слышно. – У вас телефон мой есть, и что вы звоните? – Да, 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 да. Очень спасибо. Ну, мы связались еще и с хозяином, сказали хозяину, чтобы он сменил квартира. Ну, вам большое спасибо. Жители Кировского района города и Самарской области в целом активно голосовали за Руслана Нуреева в конкурсе участковых. В итоге Руслан стал лучшим на региональном уровне. В своей работе участковый считает главным своевременное внимание к проблемам жителей микрорайона. На каждому человеку необходимо найти свой подход. У меня такой метод, возможно, кто-то его тоже использует. Надо прежде всего, каким человеком перед тобой не был, надо быть добрым к нему. Если человек не понимает хорошего общения, то тогда получается действие сторонного законодательства. Среди местных жителей, за которых в ответе участковые, как добропорядочные граждане, так и те, кто уже нарушал закон, ранее судимые или наркозависимые. На контроле также неблагополучные семьи, владельцы оружия и собак. Как рассказывают местные жители, к участковому Нурееву можно обратиться за помощью по любым вопросам. Один из самых добросовестных участковых. Это большое дело, профессиональное достоинство, это то, что трудно сегодня сохранить. Я не так часто обращаюсь, как правило, мы решаем вопросы все сами. Вот, допустим, брошенный под нашими окнами в нашем маленьком дворе автомобиль из Подмосковья. Ну, почему тут из Подмосковья? Он быстро среагировал, установил, созвонился, с хозяином переговорил, чтобы он убрал это. Коллеги тоже отзываются о Руслане как об исполнительном и опытном сотруднике, который всегда может помочь и поддержать. Он находится на своем месте, занимает свою должность. Я считаю, что у него призвание к этой профессии, поскольку он очень ответственный, доброжелательный. И самое главное на первом месте у него стоит – это помочь гражданам. Я работаю с ним, мы видимся ежедневно. И ежедневно я от него перенимаю опыт, потому что брать от него пример можно каждый день и во всем. Теперь Руслан Нуреев будет представлять Самарский регион на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Ракетно-космический центр «Прогресс» гордится своими трудовыми династиями. Несколько десятилетий на предприятии трудились и продолжают трудиться члены семьи Кузовковых. Родоначальником династии стал Иван Кузовков, который в декабре 1941-го пришел на завод с 17-летним мальчишкой. С некоторыми представителями семьи познакомилась Светлана Тимофеева. На работу с радостью, с работой с гордостью. С таким кредо семья Кузовковых живет и трудится в РКЦ «Прогресс» уже не одно десятилетие. Их по праву называют трудовой династией. Ее основателем стал Иван Кузовков, который в 17 лет пришел на завод и проработал на нем 37 лет. Вот запись. 41-й год. Декабрь месяц. Завод имени Сталина зачислен на должность ученика слесаря. Тогда же, в годы войны, на завод пришла и его будущая супруга Александра Кузовкова. В то время предприятие выпускало для фронта штурмовики Ил-2. Работать приходилось по 12-14 часов в сутки. В военное время, конечно, работали они и днем, и ночью. Жили в бараке, и домой-то некогда было приходить. Сноха Ивана Александра Кузовковых Лидия Кузовкова бережно хранит фотографии, трудовые книжки, награды родителей мужа. Это медали «Победитель пятилетки», знак почета, награда к юбилею победы. Лидия Кузовкова проработала на заводе 46 лет. Здесь же встретила свою вторую половинку. Михаила. Ну, подойдет вот к обеднику окошечка и смотрит на меня. Говорит, Миша, иди, 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 работай. Вот и я ему понравилась. Я не скажу, что родители были в восторге там. Но раз я ему понравилась, у него была хорошая бабушка, которая сказала, внучек нравится – женись. В браке у Лидии Михаила родились двое детей – Сергей и Майя. Они до сих пор трудятся в РКЦ «Прогресс». До сих пор я хожу по цеху и вот иногда думаю, что вот по этим переходам, по этим проходам ходили дедушка, ходила бабушка, ходила мама с папой. У меня сын работал школьником тоже у нас в цеху. И как-то, конечно, гордость есть. И муж работал тоже. В семье Кузовковых до сих пор не разделяют работу и семью. Мы до сих пор, мы не работаем, но каждый запуск для нас. У нас сын мой тоже работает на заводе, много нет. Приходит домой и рассказывает, у нас завтра будет запуск. Уже смотрим по телевизору. Это для нас до сих пор, это гордость, это мы переживаем, чтобы удачный запуск. Сегодня трудовая династия Кузовковых насчитывает 8 человек. Четверо членов семьи до сих пор работают на предприятии. Готовятся прийти на прогресс и правнук ее основателя. Общий трудовой стаж династии составляет более 230 лет. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. В новый сезон с новыми лицами. Самарскому зрителю представили актеров, которые пополнили труппы самарских театров. Чем будут удивлять любителей постановок в сюжете Александра Гусевой. Новый сезон «Новые лица». В Самарском доме актера представили спектакли, где задействованы молодые талантливые артисты. Вечер знакомства открыли солисты Самарского театра оперы и балета. Они подготовили миниатюры в неожиданном и несвойственном оперному театру жанре. Мы еще свое возьмем, а вот мы как петь смогете, а как мы сейчас спорем. Сноем, берем, берем, мы спорем. Играть мы спорем. Открытие нового сезона в доме актера – событие традиционное. Однако в этом году его решили посвятить артистам, которые только делают свои первые шаги на сцене. Мы сегодня принимаем в нашу семью тех, на кого мы надеемся. Те, которые выдержали огромный конкурс, чтобы попасть в тот или другой театр в нашей области. Дело в том, что устроиться в театр – это гораздо сложнее, чем поступить в театральный институт. Потому что здесь ты должен уже предъявить из себя тот уровень мастерства, который может сочетаться с той труппой, в которую ты вливаешься. Поэтому это очень сложно и очень интересно одновременно. Как признаются молодые артисты, от нового театрального сезона они ожидают много интересного. Конечно, ярких эмоций, новых, хороших, качественных постановок. Большое количество зрителей, восторженных взглядов, аплодисментов. Восторженных взглядов долго ждать не приходится. Ведь самарский зритель всегда принимает актеров в тепло и не пропускает премьеры. Я могу с гордостью сказать, что театр Самарской области находится в состоянии аншлага. То есть билеты покупаются заранее, за месяц. Перед началом можно купить билет куда-нибудь на крышу, где мало что видно. Поэтому не случайно Самара удерживает за собой статус театрального центра страны. Это действительно так. В новом сезоне ожидается много премьер, в том числе по пьесам известного русского драматурга Александра Николаевича Островского. В следующем году исполнится 200 лет со дня рождения писателя. Поэтому многие культурные события в России будут посвящены этому юбилею. Светлана Кудрявцева, Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет премьера документального фильма «Фронтовая бригада», снятого самарскими кинематографистами. Показ состоится 20 октября в 19.00 в Большом зале ОДО. Вход свободный. После премьеры – концерт главных героев фильма. Государственного ансамбля песни и пляски «Волжские казаки», сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с дворянской». В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный». Это первое обновление территории за 46 лет. Для детей обустраивают игровой комплекс, а любители активного отдыха смогут прокатиться по новым велодорожкам или сыграть партию в настольный теннис. Также можно будет просто отдохнуть на новых шезлонгах. Это только первый этап обновления. В следующем году здесь планируют построить смотровую площадку, оборудовать спортивную зону, а также скейт-парк. Проект благоустройства «Молодежного» был внесен в список по отбору общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». За обновление «Молодежного» проголосовало более 27 тысяч самарцев. Неравнодушные жители также принимали участие в разработке проекта модернизации парка, пишет телеграм-канал администрации промышленного района. В Красноглинском районе завершился сезон благоустройства дворов. По программе «Формирование комфортной городской среды» обновили территории по следующим адресам. Поселок Прибрежный, улица Труда, 20, 22, улица Парижской коммуны, 30, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 5, поселок Мехзавод, квартал 16, дом 4, поселок Мехзавод, квартал 2, дома 44, 45, 46, 49. Во дворе домов номер 1 по Красноглинскому шоссе и номер 23 по улице Парижской коммуны к благоустройству подошли комплексно. Всего в этом году в региональном центре по программе «Формирование комфортной городской среды» обновили 56 дворов во всех районах города, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. Телеграм-канал Советского района напоминает, что идет голосование за участников третьего фестиваля стрит-арта «Форм-арт». Это общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды. Самарскую область представляет Семен Маверский. Его мурал «Кибер-Русь» украшает фасад дома номер 98 по улице Советской армии. Оставить свой голос можно по бесплатному телефону 8 800 301 50 23. Голосование продлится до 23 октября. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, с чем они предпочитают пить чай. 44% подписчиков ответили, что со сладостями, конфетами, печеньем, шоколадом. 9% с фруктами, 24% с бутербродами и сэндвичами. 23% предпочитают просто наслаждаться вкусом чая без закусок. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на наших страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!